У людей, которые живут в Сарове больше 20 лет, название «Дом со шпилем», «Лепестки» и «Доры» не вызывает никакого удивления. Но мне и моим друзьям и людям, которые приехали в Саров недавно, не совсем понятно, где они находятся и почему так называются. Поэтому революция Сарова совместно с ЗАТО новостями запустила новый проект «Топонимический Саров», в котором рассказывают историю этих городских объектов. «Топоним» — это имя собственное, обозначающее название природного объекта на Земле или объекта, созданного человеком. Часто я от взрослых слышала, что кто-то попал в Пицунду или кто-то из нее вышел. Совершенно непонятно, что это такое, как туда попадают, почему оттуда выходят, а не возвращаются. И уж точно непонятно, где это находится. Попробуем разобраться. Google сообщает, что Пицунда — это город в Абхазии, в котором есть море, отели и даже санаторий. Но совершенно непонятно, что курорт может делать в нашем городе, ведь у нас в Сарове точно нет моря. И это незнакомое слово знакомо даже тем сурокчанам, которые не были в Абхазии. А вот здание, которое снесли здесь недавно, называется Пицунда, вы знаете? Да, слышала. Как вы считаете, почему такое название-то? Я от этого так далека, что не знаю почему. Может быть, потому что там люди отдыхали, как бытует мнение. Что вообще такое Пицунда? Пицунда, в моем представлении, это курортный город. Это, так сказать, зона отдыха, санаторий. Но, наверное, у народа сложилось впечатление, что там действительно отдыхают, но не лечатся. Да, слышала. Как вы считаете, почему ему дали такое название? Простить не могу сказать. Какие положения, может, какие-то есть? Никаких. Знаю. Версия есть, что вообще такое Пицунда? Не знала, потому что там учили, лечили алкоголиков, алкогаманов. Пицунда – это популярный в советское время абхазский курорт. Туда ездили лечиться и отдыхать. А в Сарове граждане с алкогольными психозами заезжали в наркологический диспансер, который располагался в здании бывшего городского военкомата по адресу улица Зернова, 43. Сейчас это здание уже снесли, но во время его существования пациенты выходили на прогулку во внутренний дворик, где располагались на скамейках. Одетые в пижаму граждане, щурищиеся на солнце, вызывали стойкие ассоциации с курортом. Теперь мне ясно, что за Пицунда была в нашем городе и почему она так называлась. А если вы тоже знаете какие-нибудь интересные названия, пишите мне в комментариях, и я тоже попробую о них рассказать. А пока подписывайтесь на мой канал, на канал «Зато новостей». Будем узнавать о нашем родном городе вместе. Субтитры подогнал «Симон»!